Музыка Только перешли в ванну вместе с ребёнком, иначе бы ребёнок был весь порезан. Первый очень мощный взрыв, и затем второй страшный звук. И это страшно. Мужа накрыло стёклами ванны в комнате. Но все живы, самое главное. Сейчас есть трое поранених, стан близко до среднего, не важкие они. Два человека и женщина, век близко 50 у всех, их життю ничего не загрожили. Что касается житлового домика, вы видите, что есть руйнувание, но нет заболевания. И сейчас наши специалисты будут обстеживать все эти домики, потом будем делать какие-то выводы. Поэтому сейчас основное завдание – это квартирный обход и помощь Академии МГГ. Вы видите, что российские агрессоры, наши враги, они планомерно уничтоживают місто Харков. И центральная часть города Харкова, вы помните, тот обстрел, который был, это тоже центральная часть, это тоже Киевский район города Харкова. Поэтому сейчас здесь нет никаких военных. Здесь есть цивильные люди, здесь есть Академия МГГ. карта, которая еще разрушена. В этот период кримохороны никого не было. Постраждал один охоронец, ну, будем говорить, легкий пораненый. Вин не госпитализованный, головной корпус прийме попадание, три поверхи разрушены. Ну, мы еще подивимось, это цигельная конструкция, пустотные перекрытия. Мы еще подивимось, в каком состоянии. Мы знаем, как это делать. 13, это уже 2, еще 15 улучшень, только два гортожитка, которые сегодня можно эксплуатировать из 8. Ну, ситуация такая, сложная. Одна из ракет потрапила в 5-поверховую будильню высшего навчального заклада. Площа пожежи там осталась на площади 50 квадратных метров, а також на фасаде житлового будинку 4-поверхового. Тут є руйнації також віконних проємів та частково будівельних конструкцій. На місці події працюють рятувальники, 9-1 пожежно-рятувальні техніки та близько 60-ти чоловік особого складу ДСМС. Також на місці працюють шапери, получают залишки вибухонебезпечного предприятия. А попередними медалями дві ракети С-3. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok